В последние минуты голосования на избирательном участке в Самарском университете оживленно. Те, кто еще не успел проголосовать, спешат поставить галочку за будущее страны. Студент юридического факультета Рудольф Калустов на участке стал в этот день последним избирателем. Понимаю всю весомость данного события, потому что выбор президента не проходит по всей стране, это всегда очень важно. Это в любом случае направленность целой страны на дальнейшее развитие, поэтому я считаю это очень важно. В 20.00 секретарь избирательной комиссии объявил о завершении голосования. Чледы УИК приступили к сортировке бюллетеней и подсчету голосов. В первую очередь подсчитали и погасили бланки, которые не участвовали в голосовании. Далее сверили общее количество поступивших на УИК бюллетеней и число пришедших избирателей. После этого можно приступить к анализу голосов. На участке с применением комплекса обработки избирательных бюллетеней процесс автоматизирован. За работу Каиба отвечает оператор. Я буду вносить следующие данные для подведения итогов. После того, как мы данные внесем, все-таки машина у нас автоматизирована, она произведет расчет. И если расчет корректен, тогда он даст нам подтверждение, что нам разрешено распечататься протокол итогов выборов президента Российской Федерации. Здесь вы увидите в интерфейсе скромный, но приятный фейерверк, который будет обозначать, что выборы завершены, протокол распечатан, и мы с вами закончим полностью выборы здесь. За процессом голосования в ходе выборов и за подсчетом голосов следят независимые общественные наблюдатели. Нахожусь на этом участке уже три дня. Не выявлено никаких, в принципе, нарушений. Проходило голосование в штатном режиме. Протокол о результатах голосования на избирательном участке направляется в территориальную избирательную комиссию. Итоговый результат голосования по стране озвучивает Центр избирком. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.